У меня доклад совсем небольшой, я позволю себе поздравить факультета с юбилея 220 лет. И мне очень понравилось название факультета, что тогда называлось «нравственно-политического факультета». Это значит, что тогда было такое смысл, чтобы совместить нравственность с политикой, что сейчас не часто удается, к сожалению, в современное время. Для меня, конечно, это большая честь находиться в роде российских политологов, несмотря на то, что это у меня не первый раз, что я здесь, и надеюсь, что они будут в последний раз. Тема моего выступления – ослабление национального государства в качестве примера крупной региональной и глобальной угрозы. Современный мир сталкивается с многочисленными кризисами. За последние два десятилетия войны, насилия и отсутствия спокойствия в Сомалии, в Афганистане, в Ираке, в Ливии и в Сирии не только сменили судьбы народов и правительства этих стран, но также врегли в нестабильность регион и весь мир. Произошедшее недавно наращивание сил со стороны террористической группировки ИИК в Ираке и Сирии превратилось в глобальную угрозу. По какой причине мир оказался ввергнутым в эту нестабильность и отсутствие безопасности? Почему в некоторых регионах получили распространение радикализма? Это очень нынешний наш серьёзный вопрос. На эти вопросы можно привести многочисленные ответы, и эту тему можно рассматривать с разных сторон. Однако мой ответ получается в том, что причиной этой нестабильности является ослабление национальной государственности. Вспомним, что в течение длительного времени, особенно после Второй мировой войны, национальные государства, я имею в виду государства-нации, как концепция, которая появилась после Французской революции, национальные государства служили главной опорой мирового порядка и стабильности. Обратим внимание на то, что в прошлом национальные государства управляли запросами, имеющиеся у различных народностей и групп во внутрорегиональном пространстве. Однако слабость национального государства ведёт к оставляю без ответа некоторых из этих запросов сейчас. Активизация роли в нерегиональных сетях и возникновение беспорядков, выходящих далеко за рамки национально-государственных образований. Какие же факторы стали причиной ослабления Института национального государства в последние годы? Я укажу на две группы таких факторов. К первой группе относятся факторы, являющиеся естественными в контексте международных вопросов. На эту группу факторов оказали влияние крах двухполярного порядка и последовавший за ним затянущийся приходный приют. Со временем развала двухполярной системы прошло 24 года, а мы всё ещё наблюдаем стабилизацию международного миропорядка. В России выдвигалось множество причин, способствующих затягиванию приходного периода, конечно. Помимо этого, происходил процесс глобализации и в ряде регионов мира, в том числе в Восточной Европе, на евразийском пространстве и в некоторых районах Африки, процесс становления национальных государств шёл одновременно с процессом глобализации. Значит, государство нации одновременно было и под угрозой глобализации, а с другой стороны было под тем состоятельным, что только что создалось в этих регионах государство нации, потому что они не имели истории государства нации. Происхождение этого вопроса находится в рамках пиховеритской теории и теории о возрастании роли культурной идентичности. Наряду с этим существуют и другие факторы, которые не являются естественными, и существовала возможность избежать их возникновения. Причислим факторы, которые нанесли основной ущерб Института национального государства. Одним из этих факторов стал односторонний подход США. Этот подход не осуществлялся в мягкой форме и не привёл к формированию нового мирового порядка, каким его представляла себя Америка. С начала XXI века этот подход осуществлялся в жестокой форме путём военного вмешательства, в том числе в Афганистане и Ираке, и дальше Ливии и Сирии. Вторым фактором подобного рода стала глобализация. Здесь я имею в виду глобализация как проект уже, не как процесс. Вторым фактором подобного рода стала проект глобализации. Глобализация представляет собой процесс, однако глобализм является проектом, призванным предать всему миру единую форму. Теория конца истории францесса Фукуями и войны с цивилизацией Самуэла Хантингтона была придумана для насаждения в мир понятой о том, что есть только один способ существования, и этот способ — либеральная демократия. Третьим фактором является нарушение и инагрирование норм международного права. Западные государства, инагрируя принцип невмешательства и без мандата Совета безопасности ООН нарушали международное право в Ливии и в других местах. Четвёртый фактор — это использование двойных стандартов в качестве примера обеспечения демократических условий в Йемене и Бахрейне. Это плохо казалось им, а в других местах это хорошо. Имею в виду в Тунисе, в Египте и в Ливии. Даже терроризм длится на хорошее и плохое сейчас. Например, в Сирии некоторые группы террористов обучают и оказывают им финансовую поддержку. В результате применения подобных двойных стандардов Джозеф Най был заставлен заявить, что в области внешней политики последние слова до сих пор остаются за интересами. Один год после того, что война началась в Сирии, потому что было трудно объяснить, почему Запад и особенно США поддерживают революцию в некоторых странах и противоречат революции в других. Джозеф Най, который я среди американских писателей, я думаю, в его книге тоже есть среди них очень интересные, он объяснил, что может быть демократия внутри страны пока первый приоритет, но во внешней политике демократия и права человека не первый приоритет. И опыт показал, что пока интерес любой страны первый приоритет во внешней политике. Следующим фактором является нанесение ушиба понятию невмешательства. На деле такие страны, как США и Франция, каждая из которых в определённые моменты оказала влияние на формирование понятий современного природа в том, что именно своими поспечными и неуместными действиями инагрированием международных законов и использованием во своих интересах вмешательства внутренних дел других стран, создали предпосылки для областления института национального государства, являющегося главным элементом международного права и основным фактором обеспечения стабильности в мире. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что может пострадать сам институт национального государства. Ослабление института государства нации предоставляет собой угрозу для оригинальной и глобальной безопасности. В особой опасности находятся так называемые несостоявшиеся государства, поскольку такие государства сталкиваются с такими угрозами, как рост политического и уголовного насилия, отсутствие контроля над границами, развитие национальной, религиозной, языковой и культурной вражды, гражданской войны, использование террора против граждан, недостаточность или слабость государственных институтов и инфраструктуры, высокого уровня коррупции, ущербного здравоохранения, высокого уровня смертности и уменьшения, продолжительность жизни, сокращение ВВП, рост инфляции, недостаток продуктов питания и возможностей возникнования голода. В такой атмосфере мир подвергается еще большей опасности, поскольку он становится все более сложным и все менее предсказуемым. Реальные угрозы остаются на месте, но их корни и последствия становятся еще более тяжелыми. В этих условиях бедные и сравнительно далеко расположенные регионы могут превратиться в угрозу для всего мира. Конкретные примеры глобальных угрозов можно увидеть в лице таких несостоящихся государств, как Афганистан и Сомали сейчас. Даже можно говорить сейчас и о Сирии, о Ливии, потому что непонятно действительно, когда будет серьезное государство и в Ливии, и в Ираке. Мы почти наблюдаем территорию без государства. Правительства этих стран не были способны применить силу в рамках своих границ, и на самом деле мы имеем дело с территориями без государств. Это положение является главной волей мирового сообщества и создает основу для проникновения радикальных группировок. Таким образом, для защиты глобальной стабильности и безопасности следует предотвратить ослабление Института национального государства в качестве единственного официального субъекта международного права и оказать поддержку самому прочному фундаменту национально-государственного порядка, а именно международному праву. С этой точки зрения равноправный диалог между государствами, обладающим суверенитетом, осуществляемым на основе международного права, является ключевым фактором мировой стабильности. И на этом основании присмотр международной структуры становится неизбежной необходимостью. С другой стороны, для сохранения и усиления национальных государств необходимо уважение существующего международного права и принято любые решения только в рамках международных организаций. В противном случае ситуация в мире будет весьма напоминать приюты пред началом Первой и Второй мировых войны, и контролирование кризисов станет весьма сложным делом. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ за то, что не только приглашаете меня на факультет, почти заставите своего ученика, чтобы не только заниматься дипломатической деятельностью, а иногда появится на вашем факультете. И, конечно, я хочу попросить вас, что вы знаете, что я был в заведующем кафедре изучения России шесть лет в Тегранском государственном университете. Я хочу попросить вас, что назначили одного профессора, чтобы меня отправили там, в Тегранском государственном университете, лекции читал две недели, и взял на себя презентацию книгу профессора Примакова тоже. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ